Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вещей, которые не стоят своих денег. Почему же я их купил своей супруге? От того, что если использовать полную экосистему, более продуманных вещей просто нет. И я не говорю о том, что они лучшие. Есть вещи быстрее, с лучшей автономностью, меньшим весом, студийным звуком и адекватной ценой. Но баланс лучше всего в них. Золото и алмазы тоже переоценены. И столько лирики, потому что наушники, которые сегодня у меня на обзоре, однозначно являются одними из самых подделываемых продуктов фирмы Apple. А значит одним из самых востребованных покупателями продуктов. Почему? Эргономика, внешний вид, вес, звук и имя. Если вы яблочник и вам нужны накладные наушники, у вас только один выбор. И это Beats. Beats основана в 2006, в 2014 выкуплена Apple за 3 миллиарда долларов. Уши понравились. Тьюб 516, всем привет, вы на канале Польза.нет. И здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Розыгрыш пяти фитнес-браслетов Mi Band 4 раз в месяц среди подписчиков. Условия, лайк, подписка и любой комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, друзья. А сегодня я расскажу вам о беспроводных мониторных наушниках Beats Studio Free Wireless. Упаковка, как вы заметили, отличается от яблочного минимализма. Большая, многоуровневая, с исчерпывающей информацией на картоне. На боковушке сразу обозначено, что созданы наушники для айфона, айпада и айпода. Указания цвета, коды и обозначения модели. Конечно же, наушники работают и с андроид устройствами, и с устройствами на винде. Главное, чтобы блютус был, либо миниджек. Вскрыли, внутри все премиальненько, что неудивительно за эту цену. Наушники, кабель аукс с миниджеком на обоих концах, на кабеле микрофона и пульт управления. Кабель для зарядки с микро юсби, и здесь ничего удивительного, модель 2017 года, а в 17 микро юсби было нормой. Документация, силиконовый чехол, карабин, чтобы вешать чехол на рюкзак и все. Еще необходимо отметить, что пока эппл ничего новее из накладных наушников в принципе не представила. Достали. Первая мысль, какие легкие. Весят ушки всего 260 граммов. Габариты вы и так видите, и если до обзора я планировал после покупки этих ушей их продавать, как только их увидела моя супруга, сразу после первого прослушивания наушники было решено оставить ей в пользование. По ушкам. Наушники можно складывать, при том механизм раздвижения наушников сделан на основе металлических пластин. Толщина пластин всего полтора миллиметра. Высота наушников 184 миллиметра, подключение через блютус или посредством кабеля. На борту у них есть также чип Apple W1, о нем позже. Микрофоны две штуки, при работе по воздуху микрофоны работают довольно средние. Я бы даже сказал не особо хорошо, учитывая габариты устройства. А так, не намного хуже, чем Apple AirPods. Расцветок у наушников 6. Они бывают синего цвета, белого, красного, черного, дерзко черно-красного, черно-золотого, серая ткань, песочная дюна и зеленый лес. Из материалов применяется пластик, кожзаменитель, все собрано и сделано качественно, без люфтов, щелей и неровностей. Детали плотно подогнаны. Собираются наушники просто, также просто они помещаются в чехол. На правом и левом наушниках имеются микрофоны, которые слушают звук окружающего пространства, для того, чтобы в дальнейшем применять активное шумоподавление. Шумодав включается малой кнопкой на правой чашке наушника. С айфоном наушники звучат в десятки раз лучше, чем с андроидом, это раз. А два, после обновления, шумодав отрабатывает нереально хорошо в помещении, если с кем-то разговаривает с активированным шумодавом. Слышать человека вы не будете, даже если он будет кричать вам в лицо. С другой стороны, во время работы ANC присутствует белый шум. И пусть он слегка уловим, бесит это дело довольно сильно. Наушники все-таки дорогие. MicroUSB разъём служит как для заряда батареи, так и для обновления программного обеспечения. Заряжаются, кстати, ушки всего за полтора часа до 100%. При помощи MicroUSB происходит обновление прошивки. По воздуху наушники не обновить. Необходимо синхронизировать их с программой, которую вы скачаете на официальном сайте битсов. Только так. И это довольно необычно. Я вам скажу, после обновления наушники не только начинают лучше звучать, но и начинают лучше использовать микрофоны. На левой чашке есть 3,5 мм аудиовыход. Система управления вся на правой чашке. Функции – регулировка громкости, перемотка трека, переход к следующему треку, плей-пауза, ответ либо завершение звонка, принятие второго входящего звонка и вызов голосового помощника. Управление – механика. И это хорошо. По удобству. Наушники полноразмерные, накладные. Уши полностью внутри. Амбушюры не давят на область вокруг ушей. Из минусов – окружающие вблизи могут слышать то, что слушаете вы, во всяком случае на расстоянии около 2 метров. При нажатии на управляющие элементы нет никаких неприятных ощущений давления на ухо. Даже через 3 часа использования уши в них у меня не потеют. Для спорта не советовала бы, а официальной защиты от влаги в них нет. Хотя бегать в них мне удобно. Звук описывать особо смысла нет. Мне не подходят все модели Marshall, не особо удобно в Sony и однозначно не подходят накладные наушники Panasonic. Я сотни раз говорил, что накладные наушники нужно обязательно примерять. Битсы этой версии моей супруге подходят идеально. А я себя в них чувствовал крайне комфортно. Кодеки AAC и SBC на борту – других кодеков нет. И по какому из них работать – можно выбирать. Конечно же с AAC кодеком они играют значительно лучше. Кстати, анимация с айфоном, как вы заметили, у ушей есть. И это мелочь, но приятно. Странная особенность, но если батарея наушников пуста, по кабелю они играть тоже не будут. Чип Apple W1 помогает в двух вещах. Первое – это быстрое соединение. И второе – если у вас несколько устройств Apple. С одним Apple ID вы быстро и легко сможете между ними переключаться. Отвалов нет. Помехи. В паре с айфоном 11 Pro Max. Наушники у меня лично не ловили. По автономности на 70% громкости, которой вам хватит, 22 часа с активированным шумодавом, ушки работают. 40 часов работают без него. И за 10 минут зарядки они могут выдать 3 часа проигрывания музыки. Пусть немного, но приятно. По звучанию. В совокупности по звуку они, конечно же, хуже тысячных соник. Но лучше, чем любые JBLки. А при проигрывании музыки из ютьюба, вк или айтюнс, разницу вы вообще не факт, что услышите. Тем более в паре с айфоном. Здесь все решает эргономика. Но и цена у битсов сейчас на порядок ниже. Ищите оригинал, послушайте сами то, что нравится. И тогда поймете, почему Apple потратила на битсы 3 миллиарда долларов. Хорошо они звучат. И низкие, и средние, и высокие. И объема в них хватает. И запаса громкости. Конечно же, они нет для аудиофилов. Здесь нет никакой микродетальности, многоуровневых раскатов у басов. Накладные наушники. Всегда нужно слушать. Притом слушать с того устройства, которое вы будете использовать. И ту музыку, которую вы планируете слушать. Недостатки ушей, в принципе, стандартны для всех устройств. На морозе под минус 40. У некоторых они отключаются. Если же они у вас отрубаются при минус 20. У вас брак, либо фейк. Как гарнитура, не зачет. На уровне айрподсов. А у полноразмерных ушей микро можно засунуть и получше. Неравномерность АЧХ составляет около 18-20 децибел. Что не очень плохо, но и не хорошо. Фанатики поймут. Плюс наушники подвержены царапинам. В первые 10 секунд я провел зарядным проводом по ушам. Повесил на них царапину. Притом такую приличную. В наушниках нет защиты от влаги. Подушки амбушюр при активном использовании могут реально потерять товарный вид за год. Недельку к форме нужно привыкнуть, чтобы не замечать их совсем. Ориентированы больше они под хип-хоп и электронную музыку, и никто в принципе это и не скрывает. Они не для рока, хотя для металла звук в них в принципе и неплох. Достоинства. Они живучие. У многих они переживают лютые падения. Хотя противоударности в них не заявлено. Удобные кнопки управления, отлично держат аккумулятор. Единственные накладные, которые на 99% понравятся внешне представителям лучшей половины человечества. Дизайн здесь конечно бомба, как и материалы. Классный, хоть и не особо удобный чехол, Sony 700 играют однозначно хуже. Уши сейчас реально купить за 10 тысяч рублей. Мониторьте цену по ссылке в описании к видео. Я свои ушки, как и многие пользователи, в последний год урвал именно за эту цену. Работают они на расстоянии 25 метров от яблочного источника без нареканий. И через две стены ловить могут тоже. Резюмирую. Советую. Если у вас яблочный девайс и нужны полноразмерные наушники, это лучший выбор. Звучание соответствует стоимости на данный момент на 100%. Внешний вид огонь. 30 тысяч конечно же не стоит. А вот 15 для покупки любимой я бы отдал. Ну после примерки. Хорошо, что я уложился в 10. Есть конечно же достойные накладные наушники стоимостью в 2 раза меньше. Есть, но в некоторых моментах они хуже. На канале много обзоров на хорошие накладные наушники. Посмотрите, может быть что-нибудь себе по бюджету сможете подобрать. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь. Обзор почти полностью снят на Pixel 4, на который я в ближайшее время тоже сделаю обзор. Мата и хамства на канале нет. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Традиционный тест наушников в помещении. Битцы как именно отрабатывают вы сейчас слышите. Разговаривают довольно громко, довольно сильно и шумно работает компьютер в помещении. По большому счету наушники средне отрабатывают микрофон. Хуже чем AirPods. На улице может быть чуть-чуть хуже. Особенно после последнего обновления. Качество звука улучшилось. И еще раз напоминаю, что данные наушники, конечно же, созданы для iOS-систем. Специально сейчас не буду никакие вдохи, ужинки, либо еще что-то вырезать, чтобы эти уши будут отрабатывать, если вы будете просто по ним разговаривать как по гарнитуре. Опять же, как по Bluetooth гарнитуре. Всем добра, подписывайтесь на канал. Практически весь обзор был снят на телефон Pixel 4. На него тоже скоро будет обзор.